заходи 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 сюда мой дорогой друг ты забыл свет друзья всех приветствую с вами поворач и сегодня мы с вами посмотрим что же сделали здесь из ремонта в моей новой квартире но также повторим какие-то элементы которые ни хера не изменились но вдруг вы здесь на этом канале впервые и не знаете о чем я здесь вообще говорю для вас я тоже повторю но и даже для тех кто знает повторить все это будет не зазорно и интересно так что прямо сейчас прожимаем лайкусик и погнали на первый этаж там будет реально интересно она огромная это огромная гостиная когда вы спускаетесь можете заметить степах со стабилизатором здесь у нас появилась уже стеклянная дверь охренительная просто как долго я добивался этой двери знаете у нас к сожалению в россии гребанное зеркало вот эта дверь стоит порядка 100 тысяч рублей я буду какие-то суммы здесь озвучивать не все конечно но что сам помню я вам озвучу здесь у нас конечно же находится щиток приборов здесь включается все электричество в квартире в принципе здесь еще будет такая полочка сюда заходишь сразу херакс-херакс обувь такой снял ключ сюда положил дверочку закрыл вот так вот немножечко посмотрелся поправился такой ну вроде симпатичный но как повод уродом но ладно пойдет с пивасом покатит что у нас еще нового добавилось давайте пройдем в гостевой душ здесь действительно есть на что посмотреть вот эти стены из дерева и такой плиточкой вы уже могли видеть предыдущих роликах кстати сюда и сейчас ставлю как в конечном результате будет все это выглядеть вот здесь вот сейчас видите картиночки всякие разные с разных ракурсах но что есть по факту пока у нас нету залитой бетонной раковины ну и вообще пьедестала такого под раковину но зато уже есть сантехника сантехника кстати вот чё-чё в сибири мужики с золотыми руками знаете почему всю сантехнику в доме можно сделать за всего за порядка 15-20 тысяч рублей с учетом всей стоимости квартиры с учетом всего ремонта который здесь супер какой-то нереально дорогой и так на будущее скажу просто сразу пока не забыл если когда-то потом куплю квартиру я в жопу этот сраный дизайнерский ремонт это красиво это классно но это пиздец как дорого икея мне кажется рулит просто вот так вот я могу сказать икея говно это не реклама посмотрите здесь уже есть сантехника я кстати знаю работает я кстати включал кирюша и струя воды это я это лишь я поставили здесь сантехнику здесь уже вот эти речки деревянные тоже воткнули самое главное я же любитель технологий я же любитель всего будущего вот покажи покажи сральник в виде космического унитаза чувствуете там инструкция там инструкция как срать если вы вдруг забыли срать надо вот так вот это поднимаешь штучку так вот садишься ну да конечно здесь мы не будем показывать демонстрировать как это все действует стоит кстати порядка 65 или 70 тысяч рублей 11 здесь у нас добавилось стекло под душ это гостевой душ на втором этаже кто не помнит у меня ванна вот так вот она открывается очень много проблем очень много проблем было с тем чтобы вот это расстояние просчитать и не было никаких зазоров между потолком и вот этой конструкции в принципе всей нужно было все точности до миллиметра просчитать и когда ты в жизни сталкиваешься с этой хернёй ты понимаешь насколько это сложно пора покажи душ вот здесь можно так поставить ножку почесать ляжку помыться здесь также полочки куда можно поставить всякие шампунь и крема еще всякую штуку вот я в каких-то видео видел какие-то продолговатые предметы так на липучке ну точнее на присоску так всовывают и потом вот так вот всякий видос ну ладно это совершенно другой сайт вот короче все вот это вся конструкция да это с германии то есть все как это называется все смесители и все краники все заказаны с европы я любитель качества ну и соответственно не сука и стоит урок за 7 бойлер бойлер стоит охерительный насколько литров точно не могу сказать потому что просто не помню включается в розетку нагревает короче нагревать воду это главная задача бойлера все мы слишком много времени уделили гостевому душу я думаю стоит посмотреть что у нас еще добавилось это у нас гардероб окрашен просто в синий цвет сами стены потолок померен пока никаких вешалок ничего тут внутри у нас нету но со временем все будет это чтобы ты пришел и вот верхнюю одежду можно и там оставить нам тоже маленькие вешалки крючки скорее всего будут а здесь уже будет такой гардероб знаете чтобы на второй этаж полный гардероб как правильно называется ты понял да нет подожди вот рядом со спальней отчетом гардероб ну это гардероб и называются гардероб я думает какое еще название и рюша 27 годиков забываю нахер слова вот но здесь тоже будет такое знаете как местный гардероб чисто гостевой чтобы сюда быстренько все можно было помешать аккуратненько но кстати я заметил то что у нас лампочки здесь уже на потолке стоят это значит что скорее всего у нас и свет работает прям сейчас я не знаю загорятся они или нет но я попробую я в щитах разбираюсь я же комон батя десел электричество моё второе имя у меня погоняло во дворе было кирюка электричество так вот да херакс что приходилось а кто-то третий виллер меня сложно удивить меня сложно порадовать но посмотрите улыбка душе зайте почему потому что свет горит свет горит коров знаете для меня это прям реально какой-то счастье я я не знаю почему сука свет подожди а вот здесь свет загорится у нас же кухню начали уже делать кухоньку сейчас я про нее расскажу и здесь свет а это наверное вот здесь вот деревянные панели видеть и под них тоже выведены провода здесь тоже будет такой деревянный свет ну то есть тут будут плашки деревьев фотографиями вот так вот обмажу вас фотографиями все увидите все поймете потому что фантазии представляет нахер надо я для вас постараюсь и сделаю посмотрите кухонь кто уже тут это строится под холодильничек под полочки вот это вот все здесь аккуратненько красивенько как это пиздатенько то выглядит да вот прям вот я не знаю про это еще кстати забавный факт вы когда сюда со степой поднимались я впервые за три года увидел своего соседа чтобы вы понимали у соседа один в один такая же квартира ну прям один в один вот прям такая же только отзеркаленная то есть это как я не знаю наложить эффект зеркальности и получится то есть такая же квартира на ту сторону идет вид из балкона с соком конечно другой но по факту точно такая же квартира и мы с ним поднимаемся я смотрю нажимает этаж а я понимаю что на этаже только моя квартира его квартира и знаете мне сложно было себя переосилить и что-то спросить у него я говорю о здравствуйте а вы мой сосед он мне руку протягивает да я такой здоровый с кирилл сосед огромный привет тебе ты прям поднял мне настроение короче у него была точно такая же проблема с крышей но крыши про крышу я расскажу в самом конце ролика что куда почему к этому мы вернемся потом сейчас кухонь просто вспомнил забавный факт познакомиться с соседом он оказывается мой подписчик крутой мужик вот и что у нас здесь есть чок у нас здесь появилась ну у нас здесь появилась кто-то кофе идет у нас здесь столешницы появились с этой стороны вот здесь пока еще ничего нету потому что деревянщик у нас деревянщик есть мужичок он делает все своими руками все под заказ и вот это все сделано чисто с нуля то есть берется плашка красится лакируется в обратном процессе блокируется красится а потом уже ставится сюда непосредственно видите зазоры прям миллиметровые но как бы они есть но в конечном итоге я не думаю что я буду обращать на это внимание мне дизайнер говорил что уже нужно покупать технику такую как холодильник я открыл цены и охренел холодильнике по 200 тысяч рублей встраиваемые нормальные стоит конечно можно дешевле купить но если какая-то фирма захочет со мной посотрудничать у вас есть холодильник хороший ну и вообще там винные аппараты может быть какие-то я не знаю миксеры еще какая штука напишите мне пожалуйста на почту по ссылке в описании я буду рад посотрудничать я вас прорекламирую а вы мне дадите какой-нибудь крутой товар я буду только счастлив вот и вам хорошо и мне хорошо что у нас здесь розеточки просчитывали сколько розеток сюда надо здесь розетки плиточка уложена уже до конца непосредственно уже замазана как видите каждая плиточка потому что нас просили когда они положили плитку нас просили прийти сюда и посмотреть если какой-то скол каждая плитка каждый кусочек вот этой плитки это ручная работа сделано кстати в россии не помню какой фирмы но в россии делают такие нас просили прийти посмотреть может быть нам не нравится окрас критки видите он меняется то есть он на разные окраски этот потемнеет посветле этот еще посветлее это вообще светлый и вот как она уложена типа нравится нам или нет мы какие-то местами поменяли какие-то были чуть-чуть с трещинкой прям не не видно ну не понравилось поменяли спокойно мы заказывали больше чем нужно ну короче делали все по красоте здесь полочки тоже все будет здесь будет огромная тюль шторы пойдемте в главную комнату что у нас добавилось в главной комнате первое самое главное это наконец-то сделали нужный окрас стены которые мы перекрашивали порядка десяти раз как перекрашивается гребаная стена вот это это ну это подбит камня сделано здесь будет огромный леденец висеть это такое огромная плазма обычный телевизор кому просто тоненький и вот этот окрас чтобы сделать этот бетон или камень это дорогого стоило каждый перекрас стоит денег подобрать нужные оттенок каждый раз приходите ломать себе голову вот ты смотришь на все это и ты не понимаешь нравится тебе во всеобщей картине как это будет выглядеть или нет я отдал на произвол эту стену дизайнеру который приходил и помогал уже последующая после раза пятого плюнул уже все не стал ходить тоже не надоело я дал на произвол судьбы чтобы дизайнер все выбрал она выбрала и получилось за и без прям она вы красавчик добавилась у нас плашечка вот эта черная которая закрывает если мы посмотрим посмотрим вот с этого ракурса туда наверх ну то мы увидим но тоже красоту потому что они тоже заморочили сделали красиво но с ракурса если смотреть вот отсюда как обычно принципе буду сюда смотреть выглядит еще симпатичнее а естественно провода все уберутся все спрячутся здесь у нас еще зажимы столят лестницу почти до делали вообще если посмотреть на лестницу то уже и пьедестал у нас почти готов беленький такой красивенький вот он освещение дизайнерские фонари лампочки которые будут висеть где правильно гостиной самое прикольное это вот эти батареи вроде бы с виду в них нет ничего интересного но в этой квартире сейчас скажу примерно 12 или 14 батарей общей стоимостью почти 1 1 миллион рублей чисто батареи друзья знаете почему дизайнерские я слово дизайнерская почему так произношу для меня слова дизайнерская это это красиво и дорого красивый дорог мне очень нравится матовый цвет и они изумительно вписываются сюда вы посмотрите ты смотришь на эту батарею и вот эти формы посмотрите на батареи которые сейчас ставят обычные батареи в квартиру и посмотрите на эту батарею вот мне она доставляет эстетическое удовольствие просто от того что я не вижу что она бесит здесь какие здесь переключатели какие здесь эти рубильнички всякие как это все прикреплено какой радиатор внутри стоит как это все тут защиты не защиты корпуса вот эти плавные формы но я не знаю но я кайфую от это а самое главное что в этой жизни радоваться и кайфовать это действительно так виде стал на котором я стою вот это его можно было бы не делать он обошелся мне тоже порядка 150 тысяч рублей чтобы просто я поднимался сюда и это выделяла отдельный кусок квартиры вот здесь будет висеть такое кресло мы будет прикрепляться к потолку она будет на цепочке и ты можешь спокойно здесь сесть здесь будет что-то типа книжечек стольчик стол ты можешь сесть в этом навесное кресло сидеть балдеть может быть курить кальянчик и читать книжку может быть развернуться суда и как-то играть в приставку хотя это будет удобнее кажется дивана делать ну просто такое чил место место для размышлений рассказываю вот этот с чувством и вот прям мне еще рассказать еще рассказать еще кстати полу тоже постелен сверху специально положили уже пленочку чтобы ничего не царапался паркет выбрали паркет светленький красивый у нас есть вот это место здесь будет лежать подушечки соответственно это тоже место в гостиной где можно будет либо спать вряд ли конечно ну просто сидеть валяться такая комнатка гарри поттера здесь не будет никаких дверей ничего ты просто можешь сюда сесть и отдыхать здесь кстати тоже радиатор батарея она прям туда встроена все вырезано под размеры все продумано все просчитано здесь будет видите вот если обратить внимание сюда здесь будет точно такой же материал только черного цвета вот как вот этот педестантов черного цвета по всему периметру вот так здесь будут полочки в этих полочках у меня будут ниндендо playstation xbox короче все приставки которые есть apple tv все будет спрятано под этим камнем провода уже заранее посмотрите все выведены короче будет по красоте вот про первый этаж наверное пожалуй все что я еще жду когда вот сюда встанут тоже я вам кину скриншоты сюда когда здесь встанут деревянные пластины такие красивые будет круто будет круто будет пушка но к сожалению почему отвечу на самый частый вопрос вы очень часто спрашиваете по про квартиру что с квартирой и почему так долго строится друзья все это отнимает очень много времени очень много денег а деньги зарабатывать сейчас не очень легко на не всегда не очень легко зарабатываются но это действительно сложно просто войдите в мое положение я пацан который запсиба и меня никто не учил вести дела заниматься бизнесом я не знаю как это делать я только учусь вы можете конечно поддержать меня купить мой замечательный мир кто не знал блогер store это лично мой магазин мы стараемся мы реально стараемся я для своих делаю только лучшее качество потому что вы видите как я люблю качественные вещи реально качественные и я стараюсь для своих делать реально годноту переходите по ссылке в описании если хотите поддержать я буду безумно благодарен так что касается квартиры и почему так долго да тяжело вкидывать сюда деньги находясь на удаленке есть уже в москве москве и постоянно переводить средства это дорого так на секундочку скажу по секрету квартира плюс ремонт в этой квартире полный понимаете а это новокузнецк новокузнецк если такое делать москве до свидания я бы даже не начинал про первый этаж мы закончили про второй этаж совершенно чуть-чуть пробежимся чисто по комнату теперь рассказ пойдет о втором этаже что у нас за комната часть подписчиков большая часть уже знает где что здесь у нас детская комната ну детская комната аля комната для друзей которые пришли ко мне гости починить по отдыхать и что было где упасть чтобы приземлить свою задницу приземлить свою пьяную задницу или возможно просто перед поспать здесь пройти здесь будет детская явно напускаю сюда всяких разных картинок вы сейчас видите как это все выглядит будет выглядеть здесь будет пьедестан поднимаемся и здесь будет компьютер стоять короче у вас тут будет все по красоте вот чего еще пойдем сразу в следующую напишите какая больше всего комната в этой квартире вам нравится понятна следующая комната после лестницы идет конечно же спальня до конца мы еще не решили как это будет выглядеть опять же примерно дизайн проект как это все будет выглядеть вы сейчас видите у себя на экране здесь уже сразу сделано ниша под телевизор чтобы не ходить не ударяться в него знаете вот идешь идешь такой бац телевизор ударил чтобы такого не было кронштейт будет максимально здесь пределом к стене и сразу сделано под определенный размер я там выбрал самсунговский тоненький телевизор под вид картины то есть он когда включен там будет картина такая знаете изображение вот либо можно сфотографировать всякие разные материалы можно сфотографировать и телевизор будет проецировать продолжение этой стены узоров рисунков обоев не важно короче подстраивается под интерьер очень классная технология это гардероб здесь как всегда висит моя кепочка гуччи дизайнерское решение из италии стоило где-то миллиона полтора дизайнерская вешалка тоже сделано луи витон луи витон дизайнерское полотно под названием из-за спан какой-то не знаю но это тоже из-за спан что-то испанское чувствуете вот прям вот тоже здесь как будет выглядеть весь этот гардероб следующая комната здесь нам понадобится фонарик это уже непосредственно личный сам узел уже с вами вот здесь есть у нас ванна сделана она тоже будет обшиваться будет красиво все выглядеть здесь у нас тоже будет рукомойка тоже раковина будет тоже смесители все эти штуки дизайнерский туалет я думаю прям так его и оставить потому что он выглядит пиздатенько здесь вот так вот эту поднимаешь вот эту штучку убираешь и вот тут насрал вот туалетка есть туалетка тоже красивая пятерочки куплено как наждачная бумага в принципе выдержоку и можно заживлять вот тоже здесь будет висеть бойлер здесь будет у нас тоже я картинок вам напихаю сюда тоже увидите как это с разных сторон будет выглядеть все для зрителя по пределам монтажа здесь будет стиральная машинка сушильная машинка здесь будет полотенце сушитель по моему вот или здесь он будет ну и решим со временем потому что второй этаж как вы видите пока не изменяется потому что нужно опять же много-много ловешки а сейчас у меня ловешка уходит на то чтобы делать для вас контент операторы монтаж продакшен идеи конечно естественно я все это сам придумываю но отдавать за монтаж нужно постоянно операторы свет аренда оборудования какого-то это отнимает очень много средств и вы как зритель я думаю должны это понимать и ценить и просто оценивать видосики лайками чем больше лайков тем видео выше поднимаются в тренды в топы и тем больше нас становится на канале соответственно тем интереснее можно делать ролики пойдем здесь у нас труба со сливом которая текла если мы сейчас посмотрим здесь никаких потеков нету но на самом деле могут несколько очень жарко я переоделся сейчас у нас плюс 27 градусов то есть у нас конец мая новокузнецка 27 на улице невероятно жарко можно даже шорты одевать но шорты на мне смотрятся я вообще не буду как ну ладно это тоже все обошьется деревом если мы посмотрим сюда здесь видно какой формы будет обшивка немножко прямоугольный под деревом будет тоже все красиво суда тоже встанет батарея повесится какая-то картина красивая большая я думал даже тесту свою сфотографировать распечатать в рамочку и прям сюда и предприхерачить либо кибер трак чтобы мотивировать себя но так как пока я здесь не живу и не знаю когда это все достроить но я буду держать вас курс дела либо какой-нибудь родстер сюда прикрепите знаете когда я визуализирую себе не на заставке на рабочем столе стоит родстер я когда визуализирую я больше стремлюсь больше представляю больше больше мотивации появляется вам тоже советую по судил пойдемте дальше третий санузел по счету чисто душик моюсь в душике тоже много проблем сколько делать вот этот не достал чтобы сделать именно слив внизу вот это тоже слив отдельно покупался делался это все куча куча сука денег стоит и куча саморочек в плане психологического и теоретического восприятия то есть нужно понимать как хорошо должна стекать вода и никуда не уходить больше делать под нужными углами короче это прям мозговыносящая штука и четвертое санузел это сам тоже все скриншотами картинками обеспечу вас на каждую комнату ну естественно здесь у нас есть кабинет с которого я очень много раз начинал здесь потеков новых тоже нету опять же погода мой сосед говорю что у него была точно такая же проблема но так как он не медийный человек и не может составить большую организацию как-то решить эту проблему она кстати когда я записал ролик они мне потом звонили очень-очень много раз и извинялись компания новый город кто помню называется но вы именно просто напихуёнили там всех всего и прям вообще прям хвост и гриву нахерачили они мне звонили потом извинялись я не рад тому что они извинялись мне не нужно извинения но несмотря на все это я не подавал на них в суд я уже три раза простил их три раза или четыре у меня текла крыша каждый раз благодаря моему доброму сердечку я их каждый раз прощаю хотя мог бы просто отдать дело юристу у меня другом юрист есть со школы отдал бы ему дело он бы просто такие бабки оттуда высудил но я не хочу судиться я не хочу делать кому-то плохо я лучше словесно это буду делать и приму удар на себя я не хочу чтобы другие мучились что вот но иногда к сожалению в жизни если ничто больше не помогает приходится это делать пока дело юристу не передам новый город потечет я к вам больше не обращусь я передам дело юрист что сказал мой сосед он нанял каких-то профессионалов у нас в городе нашел ребят если понадобится я думаю он не подскажет они зашили открыт на крыше все как надо сделали и у него ничего не бежит ремонт у него уже доделан все по красоте так что выход я нашел с крышей мне кажется вопрос будет закрыт но если потечет что-нибудь придумаем что-нибудь придумаем ну и конечно же что у нас на террасе самое интересное место это терраса барбекюшница тоже картинками скриншотами вас обеспечу огромная терраса напомню что в квартире 165 квадратов и терраса порядка 100 квадратов общая жилплощадь получается 265 квадратов очень много очень круто мне кажется в этой квартире можно неделями друг другом просто не видится вот про это все я рассказывал других роликах кому будет интересно я оставлю ссылочки в описании пересмотрите их посмотрите здесь в этом ролике я хотел больше уделить внимание первому этажу что сделали показать вам поделиться пожаловаться может быть надеюсь этот ролик вам понравился я про квартиру не забываю все строится но немножечко долго долго понимаю и вы меня поймете с вами был я кирюха варбач не забывайте ставить лайки подписываться на канал это действительно очень важно сейчас не только в это время вообще всегда подписывайтесь на канал создайте аккаунт подпишитесь на канал нажмите на колокольчик следите за всеми новыми роликами если вам это действительно нравится ссылочка на мерч ждет вас тоже в описании всех благодарю за то что посмотрели ролик с вами был я кирюха варбач и совсем скоро увидимся всем удачи и всем пока можешь пукать у меня песня заявок коронавирус это детка коронавирус все сказал всем спасибо всем удачи всем пока